вот это красота обращая внимание на перемычки широченный из минусов конечно мне лично здесь не хватает настоящее дерево и все такое и обратите внимание который почему-то смог вот так построить убогий проект ничего себе направили на капремонт а это друзья у нас то мы здесь и видим мы есть указатель на крузе я честно говоря поражен друзья добрый день я андрей артемов жилой комплекс pragma city это 7 зданий строящихся по монолитной технологии выдаваться три этажа каждый комплект расположен в выборгском районе санкт-петербурга вдоль ольгинской дороги в парголово с одной стороны шуваловский парк с другой стороны станция метро парнас до которой один и три десятых километра в проекте 7 корпусов четыре из них сдали а три еще строятся первый корпус застройщик сдал 12 ноября 2018 года и у него есть отличие от других корпусов это схожесть с жилым комплексом северная долина класса энергоэффективности а и возведение корпусов по 214 федеральному закону с применением escrow счетов застройщиком комплекса выступает строительная компания pragma согласно данных от налоговой инспекции уставной капитал у застройщика 20 тысяч рублей но это друзья не густо счет escrow это специальный безопасный счет для проведения расчетов между покупателем и продавцом покупатель перечисляет денежные средства на escrow счет а продавец может ими воспользоваться только после того как выполнит условия по договору а банк как независимый посредник следит за исполнением этих условий в случае строительства жилого комплекса по 214 федеральному закону застройщик получит денежные средства только после того как получит разрешение на ввод в эксплуатацию поэтому застройщикам очень выгодно как можно быстрее сдать свой дом escrow счета конечно неплохое решение но я бы модернизировала раскрытие скрол счетов я бы направлял деньги застройщиков лишь после того как дольщик примет квартиру застройщика они как сейчас как только получили разрешение в эксплуатацию сразу же денежки пришли на счет застройщика а дом мы достроим потом он же новый напомню что свой первый дом в жилом комплексе pragma city застройщик построил и сдал по федеральному закону номер 214 сейчас застройщик возводит свои дома без применения escrow счетов и тут есть особенности одна из них что деньги сразу попадают на счет застройщика и к примеру если застройщик перестанет строить попадет в банкротство то свою квартиру вы будете очень очень долго ждать и у нас таких к сожалению в городе масса примеров один из них это застройщик петрострой на сегодняшний день стройка активно идет есть строители и стройматериалы и бетоновозы для проверки застройщиков и новостроек я специально для вас создал бесплатный сервис на andreaartemov.ru заходите друзья и проверяйте застройщиков и недвижимость перед покупкой квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир в двух сданных очередях одна тысяча семьсот одна квартира общая квартира графия так себе но если убрать первый сданный дом восемнадцатом году который похож на северную долину мы получим следующие результаты студии однокомнатные квартиры займут 40 процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры 35 процентов трехкомнатные квартиры 19 процентов и четырехкомнатные квартиры 5 процентов класс энергоэффективности возводимых зданий б высокий квартиры застройщик передает черновой отделке но на сегодняшний день есть акция и в стоимость квартиры включена белая отделка квартиру можно приобрести в ипотеку оставки от 2,95 годовых высота потолка в комплексе застройщиком заявлено два метра 75 сантиметров в описании комплекса уже два метра 70 сантиметров а в карточке квартиры два метра 73 сантиметра непонятно где-то закрылась ошибка но вы знаете вроде 5 сантиметров немного но это реально чувствуется когда вы зайдете в квартиру чтобы узнать актуальные цены и наличие квартир оставьте заявку на андреяртемов точка ру или напишите в мои соцсети они в описании к этому видео школы и детские сады в районе переполнены но застройщик прямо во дворе своего комплекса возводит детский сад согласно паспорта объекта здесь возводится детский садик и в марте 24 года должно быть окончание строительства но друзья помните что наличие детского сада прямо на территории вашего комплекса не означает что именно ваш ребенок будет в него ходить с транспортной доступностью здесь намного лучше есть автобусы и станция метро в пешей доступности 4 августа 2022 года застройщик сдал крайние три дома идемте смотреть а вот мы с вами друзья уже и на территории жилого комплекса прагма сити ну да конечно вот такой заборчик но хотя бы он выше чем у цдс и я здесь не вижу ржавчины видно что уже подкрашивали зеленая трава кустарник а там единственное что пока идет естественно ремонт там нужно идти по плитам это не очень-то комфортно но обратите внимание как сам смотрится комплекс здесь в основном застраивает главстрой спб со своим проектом северная долина и естественно на фоне северная долина и вообще прагма смотрится намного намного интереснее открылась уже пятерочка есть продуктовый магазин прямо в вашем доме лично для меня наверное это плюс потому что это у нас коммерция здесь нет жилой зоны она чуть дальше соответственно никто вас не будет пить пиво под окном дома построены по монолитной технологии с ивент фасадом кляймеры видны но здесь это допустимо потому что друзья это эконом класс у комплекса еще такая не знаю как ее называть стихийная или не стихийная парковка она совсем небольшая территория огражена забором но самое классное что вот там через дорогу шуваловский парк огромная зеленая зона со своими кстати достопримечательностями входные группы в уровень землей большое количество стекления не хватает мне здесь конечно это же нумерации парадного здесь мы видим парадная номер 4 но хотелось чтобы это было большое обозначение видеокамеры мусорные баки забыл как значит называется а здесь мы видим приямки и для того чтобы сюда не зашел посторонний такой например как и я здесь похоже этот застройщика вот такая железное железное ограждение и замком и есть обратить внимание на этот эконом проект видите что здесь внизу здесь плитка и здесь уклонка вот там внизу находится канализация для воды если сюда что-то попадет то соответственно все утечет углов строя такого нет до сих пор здесь эти есть тоже сама территория вокруг дома ну вот она такая простая тут конечно бы не хватало мне лично не хватает высоких деревьев конечно кто-то скажет да вот напротив целый лес что что там андрей артему что-то не нравится но на территории я считаю что тоже это должно быть еще один приямок здесь все закрыто болен друзья я честно говоря поражен ну вот на ржавчину я здесь даже обращать внимание не буду вот на такие до места окрасят надеюсь все будет хорошо и вот здесь смотрите здесь есть ливневая канализация и здесь достаточно чисто то есть строительного мусора нет опалубки всего остального как часто мы видим других проектах так это коммерция не знает его так сдал застройщик или они уже тут что-то делают а возможно они он видите брусчатки здесь целая куча сегодня конечно сильный ветер не забываем что здесь у нас идут ох ты как то дует а линии электропередач и выстроились вот таким красивым рядком как солдаты заодно проверим гарнитуру рядом здесь советская застройка мы чуть позже с вами обязательно пройдем и посмотрим как следует это место и вот здесь знаете для меня нет ощущения что ты попал в северную долину здесь своя какая-то приятная атмосфера и жизнь напомню что от метро пар нас до жилого комплекса прагма сити я потратил менее 15 минут пешком но я хожу друзья достаточно быстро заходим у нас здесь есть небольшое углубление где вот такой коврик чтобы мы с вами вот так друзья вытирали ноги обратите внимание здесь есть ограничитель двери широченная плитка затем первое ощущение что я не в эконом классе а я попал в настоящий бизнес класс большое количество стекления заходим обычный стандартный подъезд вы посмотрите на эту красоту есть указатель на каком этаже какая квартира примеру мне нужно 490 я понимаю что это пятый этаж и здесь большая красивая плитка здесь она под дерево система отопления обратите внимание закрыта смотрится очень классно современные лифты здесь три лифта пассажирский едва я так понимаю груза пассажирских смотрите есть указатель на каком этаже находится лифт отсюда можно пройти во двор здесь же находится обратите внимание какие красивые почтовые ящики классная такая перфорация сразу видно у кого есть квитанции спам у кого нет то есть получается у нас проходные подъезды выхода в лифтовой холл не хватает указателя что здесь лифтовой холл смотрите как красиво сделано то есть здесь находится электроприборы но посмотрите как это круто все сделано не каждый застройщик так может сделать еще такой впервые вижу здесь забрала и обратите внимание тоже как все красиво и ровно установлено еще герментиком прошлись было бы вообще по красоте коллекторное отопление вот за такими большими и ровными дверьми но вот можно придраться что вот здесь нет никакой сетки у данного клапана ну если на него смотреть то вид конечно так себе шкафы где должны быть пожарные рукава для пожаротушения так тут у нас опечатано тут нет можно значит открыть но рукавов у нас здесь к сожалению нет и здесь нет это уже вопрос к управляющей компании ну конечно же красивая подсветка видеонаблюдение видно что камеры направлены прямо на тех кто входит выходит мы с вами сейчас поднимемся на последний этаж потому что он всегда показательный друзья бывает поднимаешься на последний этаж ощущение что ты в каком-то подвале или кстати находится вот так как нужно 23 этаж у нас когда он находится вот так то сами понимаете длинномерные предметы очень комфортно сюда заносить в лифте бы хотелось чтобы застройщик конечно это хотя бы затянул баннер и написал добро пожаловать домой ведь был бы совсем другой едет тихо не сказал бы что быстро большое табло очень красиво девятый десятый этаж понятно по стрелке что едет он вверх давить это грузопассажирский лифт 1000 килограмм 13 человек и здесь нельзя курить курить вообще на самом деле вредно вот так вот смотрите металлический здесь наверное симпатично слушайте а мы уже почти доехали получается едет он где-то около минуты даже возможно чуть меньше 23 этаж двери открываются открываются тихо выходим что мы здесь и видим мы видим указатели на каком этаже находится лифт друзья это эконом класс мы видим стандартные шкафы управления лифтами здесь нормально забрала смотрите как сделано красивенько ровненько и у нас здесь выход к квартирам но здесь уже от застройщика все закрыто для того чтобы сюда попасть нужно просто открыть своим ключом мы видим здесь через вот такую амбразурку какие квартиры находятся с левой стороны какие справа все нормально и понятно отделка здесь караэта большая плитка двери деревянные что ли а это на рапанно такое сделано слушайте здесь кирпичик ну слушайте смотрится прикольно будет возможность покажу коридор указатели что мы на двадцать третьем этаже и какие здесь находятся квартиры то тоже плюс вдруг вы промахнулись выходим у нас здесь еще один тамбур кирпич окрашен слушать смотрится красиво края при этом видно что достаточно ровно сделан молодцы освещение а это друзья у нас переходной балкон проверяем держится крепко немножко есть ржавчины есть друзья ограничитель следы рабочих он эти каких выделили подмазали сурсе нормально они тут причем смотрите как прикольно обычно стяжку просто закидывают по самый верх а здесь они сделали вот так ровненько такое скажем ограничение и вот он друзья шуваловский парк обратите внимание какая огромная зеленая зона линии электропередач понятно их навряд ли куда-то уберут здесь у некоторых жителей есть огороды впереди есть смт где можно приобрести участок земли от трех миллионов семиста тысяч рублей иметь городскую прописку и около 20-25 минут пешком до станции метро здесь мы также видим впереди небольшой комплекс а вот и квартал для молодежи санкт-петербургский центр доступного жилья для сирот возводит вот такой комплекс окончание работ 30 ну и что и двадцать третьего года сегодня у нас пятница 21 июля и как мы видим работы идут до сих пор но к сожалению на эти дома без слез не взглянешь знаете такое ощущение что вот эти дома не вновь построены а их направили на капремонт вы только обратите на межпанельные стыки на витражное стекление на сами фасады здесь что взорвалась бомба почему это все вот в таком состоянии и обратите внимание друзья на гидроизоляцию где-то ее приклеили а где-то ее просто нет и для меня конечно же это очень странно и непонятно сделают они исправят это или оставят все как есть зароют землей и спишут просто деньги не удивляйтесь когда ваших подвалах будет вода так и хочется сказать спасибо вам за наше светлое будущее северная долина здесь как на ладони просто огромнейший муравейник я честно говоря не понимаю таких проектов не понимаю тех людей которые любят свой город и позволили застройщику воплотить вот такой убогий проект мне по-другому его к сожалению не назвать естественно здесь в прагма сити у жителей крайних этажей отличный вид на зеленую зону на соответственно северную долину свежий воздух очень очень красиво заходим смогу но ничего себе ничего себе вот это объем 23 этаж обратите внимание какие широченные лестничные марши я здесь вижу все отмыто сейчас пустимся вниз не может быть чтобы они все отмыли смотрите как все чисто друзья это маленький застройщик который почему-то смог вот так построить здесь чисто тут окрашена ну да промил я вам молчу это нужно просто отмыть есть ограничитель двери единственно мне бы конечно хотелось чтобы в следующих проектах здесь было стекло сразу понимаешь куда выходишь и что-то здесь мы видим окно окно можно открыть и она открывается вент-фасад все ровно четко сделано для тех кто боится высоты прямо отсюда можно делать классное фото вот эти кат виден движение на нем такое приличное но до него достаточно далеко но звуки кстати доносятся доносятся слышно закрываем окно и спустимся с вами друзья на этаж ниже блин ну здесь все чисто просто нет слов почему вот небольшой застройщик может вот так сделать красиво друзья обратите внимание сами на лестничный марш на бой как жестко держится то награждающую конструкцию то есть она простая здесь даже если нолем ну посмотрите как они четко все сделали нигде ничего пока не отвалилась чистые ступени пока не видно чтобы где-то просто просочилась ржавчина закрыты вот эти места у некоторых застройщиков это открытые что можно туда провалиться слушать ему нормально спустились ниже 21 этаж есть указатель обратите внимание как здесь прикольно сделали просто был бетон они его окрасили и смотрится нормально для лестничных марш это больше это ничего в принципе не нужно открываем дверь перед нами переходной балкон заходим к лифтовому холлу проходим и здесь у нас аналогичная красота также отмечу что есть пожарные датчики на которых почему-то вот здесь застройщик смог снять колпачки а вот здесь клапан почему-то открыт странно там есть решетка здесь решетки нет здесь нормально забрала смотри как сделано красивенько ровненько наверное не хватило пассажирский как мы видим он отключен наверное сделали специально чтобы строители который делать ремонт так как здесь квартиры друзья застройщик передает в черновой отделке если у него дополнительно не заказали ремонт соответственно чтобы не убили этот лифт я полагаю это так видимо лифт на двадцать третьем этаже лифт на 12 и обратите внимание кнопочка вызова лифта есть поехал один поехал второй хотите вызвать пассажирский можно вызвать и пассажирский в будущем здесь обратите внимание вот еще пока не сняли наверное сделали специально чтобы не испортили 21 этаж вот он наш лифт так давайте дождемся соседней видеонаблюдение кстати есть соседний лифт подъезжает к нам до груза пассажирский лифт давайте спустимся на нем друзья на первый этаж погнали лифты едет тихо нет никакой вибрации уникал басит как в некоторых бизнес и комфорт классах но единственное как я уже говорил хотелось бы беленькие стены добро пожаловать домой и все такое у каждого подъезда для сбора раздельного мусора есть вот такие баки стекло бумага несортируемые отходы пластик да конечно можно сказать что здесь скудное зеленение но обратите внимание друзья здесь есть трава ну вот мне не нравится вот этот заборчик мне кажется вот знаете переизбыток советского прошлого здесь какой-то кустарник ну хотелось бы повыше конечно деревья здесь во дворе за забором мы видим строительство социального объекта соответственно когда строить социальный объект забор выставляют по границе то есть вот здесь уже все не ваша территория то есть здесь территория дома только проезжая часть и соответственно зеленая зона но обратите внимание что здесь застройщик не сэкономил кроме хорошего асфальтного покрытия есть брусчатка по ней намного по мне приятнее идти нежели чем по асфальтному покрытию а вот здесь смотрите какую сделал застройщик красоту и напомню друзья это эконом класс и сравните все то же самое примеру северной долины вот такие деревья елочки кустарник травка есть где посидеть есть где детям поиграть и заняться подростком и взрослым спортом это не единственная конечно здесь площадка впереди мы с вами видим еще одну с прекрасным видом на шуваловский парк да вы знаете и дома кстати смотрится достаточно красиво детская площадка от проезжей части ограждена вот таким высоким забором то есть я здесь сразу понимаешь что мой ребенок здесь точно не пролезет и туда не пойдет деревья трава вот на выход на было еще сделать дополнительно а может быть и не надо кустарник здесь набивное покрытие почувствовать как будто вы идете по лесу резиновое покрытие сама площадка я бы не сказал бы что она какая-то дорогая но смотрится классно то есть это не самое дешево то есть какой-то такой знаете поставили сюда средничок и здесь можно родителям посидеть здесь качельки много чест написано подвес паутинка предназначен для детей понятно то производители пион да ну смотрится красиво друзья вот сами оцените как вам входной группы я считаю вообще сказка не все так могут застройщики сделать смотрите какая прикольная песочница настоящие дерево разной высоты по нему можно так лазать сюда прыгать здесь большое количество песка и камушек чтобы детям было не скучно о чуть было не забыл вот этот спуск очень прикольный детям нравится да территория конечно здесь у комплекса совсем небольшая ну здесь есть даже парковка для маломобильных групп населения но жильцы обычные смотрю уже все позанимали велопарковка тут какие-то цветочки посадили да но вот принципе и весь комплекс территория конечно совсем небольшая но из плюсов однозначно это то что есть ливневая канализация куда будет уходить вода все достаточно сделано аккуратно минимум какой-либо ржавчины и конечно же что входные ур группы в уровень землей для меня лично это большой плюс а зашли еще один подъезд смотрите здесь для управляющей компании есть кладовка для уборочной инвентарии они там хранят лопаты там метелки все остальное информация здесь стенд где чего график уборки управляющая компания называется сервисная служба управляющий домом графика работы контактные номера слушайте ну все сделано в принципе для людей здесь обратите внимание тоже большое количество остекление заходим аналогичные лифты аналогичная подсветка красиво смотрится никаких знаете вот как недавно снимал жилой комплекс модум вы уже видели его на канале там заходишь и там так ощущение знаете вроде все в плитке сделали куда-то ты идешь должен сто метров пройти повернуть сто раз здесь зашел сразу все понятно вот он вход вот оно окно вот лифт раз два три все понятно и все просто обратите внимание что под спам сразу сделан застройщиком такой нормальный металлический шкаф для управляющей компании так понимаю какие-то нара письма показания счетчиков хорошая перфорация вот это все стоит денег это не это не не дешево друзья так а ну-ка здесь открыто о а здесь мы эти оставил кто-то свои личные вещи здесь тоже что-то ничего нет странно конечно а вот этот видите у нас вот это парадная непроходная в отличие от той которую мы смотрели ну интересно что у нас здесь а тут закрыто значит нам какой-то скорее всего тех помещение да и здесь тоже самое смотрите какая красота молодцы вот молодцы и подсветка смотрится красиво и здесь подсветкой везде нумерация вот у нас лифт на первом этаже поднимемся посмотрим поднялись мы с вами на 17 этаж из минусов конечно мне лично здесь не хватает обычного забрала как это я называю потому что с ним смотрелось бы это красивее чем просто вот так открытый клапан здесь соответственно радиатор и у него красивая нижняя подводка также присутствует нумерация на каком соответственно этаже мы находимся и какие здесь квартиры сто шестая сто восьмая сто девятая сто двенадцатая широченный друзья коридор очень широкий и мне здесь нравится как застройщик круто сделал отделку вот я вот здесь где реально первый раз вместе с вами смотрите штукатурка называется караэт достаточно ровная стенка здесь кирпич окрашенный смоется красиво соответственно у каждой квартиры есть свои электросчетчики вот сделано слушайте вот я такой вижу первый раз сделали вот такие шкафы блин ну смотрится достойно реально смоется достойно здесь забрала тут конечно можно было бы немножечко под накидать цементиком и подкрасить герметиком смотрелось бы еще лучше большие двери широкие вернее двери первый раз я кстати вижу что коллекторные вот так красиво подписаны вот такие пластиковые таблички блин ну реально друзья красота сам шкаф ровный смотрится все достойно так еще смотрим что у нас здесь барарарам у нас здесь почему то вот можно придраться что отсутствие рукавов для пожарокушения но понятно дом сдан и это уже вопрос управляющей компании к ней вопрос слушайте а двери все таки деревянные мне это друзья не показалось вот они их застройщик окрасил понятно что это все под замену сверху мы видим вот такие небольшие указатели я бы их делал бы скорее всего вот здесь вот здесь видим такой недорогой звонок и табличку конечно возможно нужно было если сверху то делать соответственно больше чтобы это было лучше видно ну и ставить наверно куда-нибудь вот сюда но это я бы сделал бы так но застройщик сделал по-своему друзья однокомнатная квартира напомню здесь застройщик все передает черновой отделке деревянная дверь понятно она будет демонтирована здесь классно что бетон бетон достаточно плотный материал здесь можно поставить хорошую качественную дверь которую вы хотите автоматы стоят от застройщика производства ЕКФ тут подписано а вот здесь как-то группа но обычно вот здесь подписывают ванна там и все остальное это было бы здорово здесь мы видим что уже строители прошли бетоноконтактом поставили маяки на стены от застройщика здесь я напомню пазогребневый блок к соседям здесь бетон фасад это у нас газоблок здесь у нас пазогребень и за ним скорее еще второй какой-то или там бетон это сделано для шумоизоляции вот не знаю было бы конечно интересно посмотреть что за ним а здесь мы видим от строителей установили маяки установили сетку сетку уже прикрепили слушайте круто накидают выровняют но по стенкам здесь тут сантиметра три тут чуть поменьше ну не такие-то они ровненькие как наверное хотелось бы обращаю внимание на перемычки они из бетонозавода они как обычно делают из металла и из всякой фигни извините есть у нас вот такая это у нас лоджия демонтированные временно датчики вот видите вот они защитные колпачки вот с этим можно показать вот он датчик вот он колпачок и вот такие колпачки вы видите постоянно в своих новостройках если его не демонтировать то датчик друзья к сожалению не сработает холодное остекление блин ну здесь смотрите друзья какой вид вот это красота да вот здесь конечно здорово чем выше выше сосен выше елок вид конечно на шуваловский парк отменный хорошее остекление хорошо работает фурнитура все четко здесь вот знаете вот я смотрю мне придраться не к чему обычно смотрю знаете вот делать на лоджиях просто даже тот же сеттл в бизнес классе делать убогую какую-то штукатурку здесь вот что-то наподобие такого краидика ровненько красиво нормально подобрали цвет и знаете вот если бы я приобрел бы эту квартиру то мне бы даже не хотелось здесь что-то переделывать а вам напишите в комментарии друзья это зона кухни большая такая студия которую можно переделать в однушку смотрите вот здесь как сделано у застройщика выход под канализацию и сделано вот такой прямоугольник они как знаете часто бывает просто как будто дыры оставляют просто вот выбили ломом и на этом все ну вот приятно действительно вот на это посмотреть ну и сама комната большое окно здесь будет большое количество света окна у нас монтированы на пластины обратите внимание как все здесь достаточно большое количество это пластины и смотрю парализационным герметиком промазали хорошо нигде не видно щелей так как газоблок у нас смонтирован на клею что тоже я считаю большой плюс а вот здесь друзья у нас видите идет вентканал под вентканал было в бетоне вылета соответственно технологическое отверстие технологические проемы смотрите как все четко здесь зачеканено у застройщика заходим в ванная комната канализационный стояк он на очень низком расстоянии это соответственно плюс вот видите выход вентиляция здесь обычная есть освещение вот еще у нас один вентблок который не пробит ну значит а это кухонный все я понял ну все соответственно смотрите как все четко сделано красавчики гидроизоляция и стяжечка достаточно ровненькая вот что значит небольшой застройщик и обратите внимание не как у некоторых нормально поставлены пожарные муфты вот они видите наверху противопожарные вернее здесь есть даже окно для обслуживания если вдруг что-то 23 этаж также тихо красиво открываются двери кто-то забыл бублик наверху или специально оставил вот здесь обратите внимание забрало есть на 17 почему-то нет и вот здесь ну не знаю тоже бы что-то хотелось сделать вот такое красивое это бы смотрелось бы совсем совсем по-другому вот что скажете друзья по сравнению с 17 этажом но вот видите тоже кирпич его окрасили в светлый цвет ну смотрится красиво цвета красиво подобрал застройщик ну вот это можно придраться что вот это помыть но это друзья реально мелочи по сравнению с остальным что мы с вами здесь видим и стоимость здесь напомню однокомнатная квартира 7 миллионов девятиста тысяч рублей а это друзья однокомнатная квартира практически 40 квадратных метров знаете стоит конечно переплатить за такой качественный комплекс нежели чем приобрести и мучиться в соседнем а вот и вид во двор оцените друзья как вам по пятибалльной шкале здесь конечно большой для меня плюс что достаточно большое расстояние вот кстати тоже дом от застройщика прагма он конечно больше чем-то больше похож на северную долину но здесь мы видим что исправились и конечно вот этот дом смотрится достаточно красиво нежели чем вот это обзор которого есть на канале и вот для вас ссылку оставил вот здесь в описании для удобства обязательно посмотрите и сравните вот она кстати видна дорога вот здесь единственное конечно минус что нужно идти по плитам то есть пешком идти это нормально главное не наступить там в такие технологические места для подъема этих пыль чтобы ногу нечаянно не подвернуть ну и с колясками там конечно не так комильфу как хотелось бы но зато вот здесь видите здесь как это даже назвать что-то наподобие марсового поля сделали красиво но не хватает по мне деревьев широкие дороги соседние дома большое конечно здесь количество новостроек видна хотел сказать кукурузина но просили так не говорить лахта центр вот там вдалеке а вот и все друзья удобства обратите внимание когда есть нумерация ты понимаешь этот едет вниз а этот ехал наверх и я его поэтому ну нажал и там и там приехал этот естественно у нас есть вот такой заезд выезд в комплекс с шлагбаумами с доступом да здесь доступ получается по кнопочке ну понимаете да здесь во дворе вообще парковки нет поэтому заехал разгрузился и уехал вышли мы за территорию комплекса здесь мы видим вот такую большую канаву машины понимаю вечером скорее всего здесь все будет запарковано потому что в комплексе мест нет а парковку начали строить только сейчас зато уже есть красное и белое если что можно прийти и отметить новоселье в своем новом и современном комплексе первые здесь этажи друзья это коммерция и вот на что я сейчас здесь обратил внимание это вот видите вот это металлическая конструкция это застройщик заранее сделал для все правильно друзья для вывески будущих здесь магазинов знаете так здорово приходишь небольшой застройщик и по идее проект должен был быть наверное хуже чем у застройщика с огромным опытом и большим количеством новостроек но как показывает моя практика чем меньше застройщик тем у него качественней и продуманней проекты ну конечно же кто-то скажет цена там стоит дешевле и уже есть чистовая отделка друзья но разве вы хотите жить в некачественном и некомфортном доме где большое количество людей где все сделано тяп-ляп нужно качественно и правильно выбирать себе квартиру для жизни в шаговой доступности от комплекса есть школа за номер 469 но в советское время здесь не было такого огромного количества новостроек поэтому обратите внимание какая она достаточно маленькая на всех конечно же мест друзья не хватит кто-то живет в таком двухэтажном доме у них свой огород парники а буквально в 300-400 метрах расположены вот такие высотки у нас столько много земли что можно строить малоэтажные классные недорогие при этом проекты но алчность застройщиков позволяет им возводить до 27 этажей потому что дальше им просто строить невыгодно к сожалению друзья это наша действительность застройщики строят а разрешает им сами знаете кто дай волю застройщики будут строить что угодно поэтому конечно я считаю что вот такие проекты вообще нельзя согласовывать потому что внешний вид ансамбль города они не просто портят они его уничтожают застройщик это коммерческая организация им все равно должен об этом думать город но как мы видим город уже подумал и принял решение вот обратите внимание друзья на советскую застройку да конечно эта панелька смотрится не так красиво как новые современные дома уже современные детские площадки в советское время практически не было теннисные старые столы и большое количество деревьев в советское время почему-то их сажали и любили чтобы было хоть какое-то зеленение даже не какое-то ветровое кусты отсюда конечно вид на все эти комплексы достаточно красивый но хотелось чтобы застройщики больше внимания уделяли зеленым насаждениям а у кого-то до сих пор здесь остались земельные участки и люди выращивают малину огурцы и помидоры а буквально в 100 метрах от их участков вот такие высотные и современные дома самое конечно интересное что ты идешь вот по такой тропинке среди больших деревьев кустарников большого количества зелени и конечно нет ощущения что ты находишься в городе но у тебя здесь городская прописка в свое время здесь все тропинки были покрыты асфальтом и вот от него мы с вами друзья видим остатки конечно самый большой плюс это пешая доступность до станции метро и сам фасад сам проект входные группы конечно же по мне сильно отличаются от соседнего комплекса приятно увидеть вот такой знаете на первый взгляд поселковый магазин но друзья это Санкт-Петербург а за советскими домами спряталась современная высотка из-за крон деревьев ее практически не видно вот видите немножечко всего лишь фасада нужна помощь недвижимостью обращайтесь мои контакты в описании к этому видео и пишите в комментариях на какой жилой комплекс хотите увидеть следующий обзор либо коттеджный поселок друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи до новых встреч 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 до новых встреч